Первый этап строительства парка в микрорайоне Солнечный завершен. Основной период работ продлился 4 месяца. За это время удалось сделать немало. Однако и у жителей, и у администрации района есть претензии к подрядчику. О благоустройстве долгожданного общественного пространства расскажем в следующем сюжете. Этот проект, такой масштабный проект для микрорайона Солнечного, он вообще впервые с момента застройки. То есть у нас такого не было. Были локальные скверы, как Северное Сияние, например. Но так, да, маленькие. Обустроить Большой пустырь в Солнечном местные жители хотели давно. В микрорайоне практически нет мест для прогулки. Когда затевался проект, самые инициативные организовали рабочую группу. Это порядка 15 человек. Они участвовали в процессе создания с самого начала, когда только придумывали концепцию парка. И потом давали о себе знать на всех этапах. В этом году, например, в план благоустройства не входило озеленение. Местные жители придумали посадить именные деревья своими руками. Сейчас результаты первого этапа строительства они принимают вместе с администрацией. Многие жители ждали, настаивали на строительстве парка именно в этом месте, в нашем микрорайоне. Потому что у нас на столь большой микрорайон действительно не хватает зеленых мест, как по нормам, так и по каким-то объективным признакам. Многим жителям просто не придется куда-то выезжать, чтобы погулять и провести время на свежем воздухе. А будет зеленая зона в пешеходной доступности, что и должно быть по нормам. За четыре месяца работы установили уличную мебель и наружное освещение. Также обустроили тротуары и велодорожки, спортивную и детскую площадки. Они уже востребованы у местных ребятишек. На новом пространстве в этом году появится елка и ледовый городок. Все работы, запланированные на первый этап, выполнены. Но и у жителей, и у администрации района есть претензии к качеству. Наказывать подрядчика за это будут рублем в виде многомиллионных штрафов. Сумма это приличная. Примерно получается так, что на 18 миллионов работы приняты, на более чем 20 миллионов работы не приняты. И они будут, я думаю, что эта приемка растянется довольно-таки надолго, потому что сейчас уже условия такие, которые не позволяют эти вещи переделывать. Гарантии у подрядчика есть. Гарантии 3 года. Он обязан нести ответственность за вот в течение этого срока. Уже в 2021-м, когда снег растает и можно будет продолжить работы, в парке дооборудуют детскую и спортивную площадки. Также соорудят места для выгула и дрессировки собак. А чтобы все жители могли комфортно добираться до парка, проведут удобные дорожки. Наталья Архипова, Илья Сенькевич, 7 канал.